Отключение России от платёжной системы SWIFT, запрет на экспорт в страну высоких технологий, уход с рынка сотен международных компаний и, как следствие, сокращение количества рабочих мест. Это лишь малая часть санкций, введённых против Российской Федерации после её военного вторжения в Украину 24 февраля. На днях Евросоюз утвердил очередной, уже седьмой список ограничений. Государство-члены согласились на наши усиленные и продлённые санкции ЕС против Кремля. «Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве. Мы будем поддерживать высокое давление. Столько, сколько потребуется». Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии в Твиттер. Сколько бы ни старались, европейские политики санкций против России не работают и никак не влияют на экономику страны. В этом российская пропаганда ежедневно убеждает своих граждан. Не только не собираемся опускать руки, пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши «доброжелатели» в кавычках предрекают, отступать на десятилетия назад. Конечно, нет. Наоборот, осознавая колоссальный объём трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения. На самом деле экономика России постепенно разрушается. Чтобы скрыть это, экономические отчёты Кремля подбираются очень тщательно. Они стали частичными и неполными, с выборочно скрываемыми, неблагоприятными показателями. «Правда заключается в том, что санкции работают и очень хорошо. Россияне суетятся, пытаясь перевезти нефть греческими танкерами, которые уже в следующем году российскую нефть не будут возить. Это работают санкции. Целые отрасли экономики не могут работать. От железной дороги без подшипников до банков без систем безопасности. Это работают санкции». Лана Зеркаль, советник главы НАК «Нафтогаз Украины», Фейсбук. Доходы России от продажи нефти уже сегодня бьют антирекорды. Воспользовавшись мировой ситуацией, покупать её со скидкой начали Индия и Китай. И это ещё санкции на нефть не заработали полноценно. Что касается газа, по данным российской государственной энергетической компании «Газпром», в июле добыча уже снизилась более чем на 35% в годовом исчислении. Негативная динамика наблюдается абсолютно во всех сферах. Доходы населения резко уменьшаются, как и стратегические финансовые запасы Кремля. Из 600 миллиардов долларов валютных резервов, накопленных годами от продажи нефти и газа, половина уже заморожены и недоступны в результате введения санкций. Многие спрашивают, эффективны ли санкции против России. Да, однозначный ответ на этот вопрос. Уже сейчас санкции, принятые ЕС и партнёрами-единомышленниками, сильно бьют по Владимиру Путину и его сообщникам. И влияние ограничительных мер на российскую экономику будет расти. Нам нужно проявить стратегическое терпение, пока Россия не прекратит свою агрессию, а Украина полностью восстановит свой суверенитет. Видимость укрепления курса рубля – не более чем красивые цифры, считают эксперты. На самом деле, даже Банк России уже признал, что обменный курс является скорее отражением государственной политики. На деле россияне фактически лишены возможности легально покупать доллары или даже получать доступ к большей части своих валютных депозитов. «Последствия войны в Украине для российской экономики разрушительны. Я уверен в том, что экономические проблемы начнут нарастать, как снежный ком, а российский средний класс столкнётся с большими трудностями, чем до сих пор». Эксперты из разных стран сходятся в едином мнении. Разговоры правящей элиты России о том, что экономика стабилизируется, не соответствует действительности. На самом деле, по любым показателям и на любом уровне, российская экономика уже на грани разрушения. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, специальная для информационного марафона Freedom, телеканала Юэй.